Друзья, мы в необычном для русскоязычного человека месте в Майами. Где вы, Леонид? Это Даунтаун Бриккл. Бриккл-авеню это майамовская Бродвей, 7-я авеню. Арбат, как бы местный так. Ну я не знаю насчет Арбата, тут высокие высотные башни, ультрасовременные, новые дома все. Вот эти башни новые? Да, вот это все в основном, все новые башни. Они по уровню комфорта внутри, как бы не уступают тем, что мы смотрели вот там, где русская улица. Нет, нет. Это ультрасовременные все дома, в которых по два бассейна с бассейнами на крыше, с шикарными клабхаузами. В ценовом диапазоне что здесь? В ценовом диапазоне, скажем, тут начиная, если это ванн-бедрум, 400-450, и до, скажем, если это пентхаус, может быть 11, 12, 13 миллионов. Нет, ну вот для нашей аудитории. Нет, два бедрума, два бассейна. Вот такая вот. Два бедрума, да. Два бассейна, два бассейна, еще зависит какой дом. Значит, от, скажем, 600, от 550 тысяч до 950, 850, скажем так. Почему, например, вот, скажем, Халлендейлы, там, Санни Айлст, такие популярные среди наших, вот, а здесь, например, нет? Ну, океан. Тут пляжа не хватает, скажем, да, тут пляжа не хватает, и, так сказать, наши люди, они, как сказать, они даже не знают и не интересуются вот этой частью Майами. А тут, тут живет молодежь, в основном молодежь не бедная, банковские рабочие, работники, влазская рабочая, да. Нет, то за 500 тысяч тоже бедные не покупают, и там же 700-800, да, конечно. Да, тут... Слушайте, впереди вот это тоже вот такого плана, да, вот то, что, вот, 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 тут все, это вся, вся такая застройка тут. А если дом будет не вот такой новый, современный, а вот то, что вот справа я сейчас показываю, вот этот. Дешевле, конечно, дешевле. Существенно? Да, да, я думаю, в разнице где-то 200 тысяч, где-то так, может быть, квартира. Квартира за 200 тысяч? Нет, за 200 тысяч не будет. А, разница в 200 тысяч? Разница, может быть, 150 тысяч. Ну, то есть, начиная от 500, а по этому, может, это будет 300 тысяч? Скажем, тут 300 тысяч. Значит, тут магазины, магазинов не очень много, в основном рестораны. Большая такая, как бы, ну, вечерняя, ночная жизнь. Вечером тут все ходят, все движется. Тут построили ультрасовременный мол, гонконгская компания, которая вместе с молом, это как бы комплекс, они построили два жилых дома, очень таких лакшери, офис-билдинг, гостиницу и мол. Это вот мы сейчас идем туда посмотреть? Мы сейчас, да, мы сейчас пойдем сначала в один дом, можем пойти в этот мол, да, я покажу какой-то ультрасовременный мол. А вот те люди, которые с вами, как с агентом, вот здесь покупали, у них есть какой-то профайл такой вот, что это за люди, вот кому здесь интересно? Ну, тут интересно, тут более, купил и молодые, относительно, ребята, как до 40 лет. Ну, для себя, да. Да, 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 для себя, для инвестмента, для, просто им нравится этот район. И так, потому что понравился, тоже более пожилые люди. Строить много, я смотрю, тут работают. Тут уже практически, да, уже нету живого места и поэтому, как бы сказать, достраивают. А у меня вопрос вот такой, допустим, человек купил квартиру здесь, да, но он хочет пойти на пляж. Есть какие-то паблик пляжи, где есть паблик парк? Окей. Значит, может быть, шаттл какой-то ходит? Буквально, ну, шаттл тут не ходит. Так. Значит, это надо или на велосипеде, или на машине. На машине отсюда до океана 7 минут. Это я... И можно оставить там машину? Да, да, конечно, там есть парковка. Вы можете, это называется Кибискейн, или Бискейн-Ки. Это острова там такие, которые в океане. Отличные пляжи там. Все, все вот это вот. Рядом тут пешком можно дойти канал, ну, не канал, а интеркостал, залив. Можно погулять. То есть люди едут или на велосипедах, или на машинах. Но это не такое место, где, скажем, какие-то сомнительные личности ходят там какие-то. Ну, 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 это очень дорогой тоже остров. Как интересно, что тут двойной паркет, давайте я не могу. Ну, потому что тут люди имеют по две машины. И вторую так подвешивают, да? Да, да. А ее легко опустить? Или сложно? На кнопке. Света, я такого, честно говоря, не видел никогда. Да, вот мы такого в Калифорне не видели. Вообще-то прикольно. То есть это парковка как двухспальная. Это даунтаун. Ну, да, даунтаун. Живет по отдельным. Нет, ну, это лучше, чем один паркет, конечно. Зато ее машину можно поставить. Ну, там, похоже, верхнюю машину. Там, вот, если вы не поставите, там это тесно. Ну, Света, поставь другую, не из Юрии. Значит, возвращаясь к району, я вот просто думаю, значит, 7 минут до пляжа. А вот местные жители. Я понимаю, что приезжие, например, могут там пляжиться много. Потому что они приехали, они ничего не делают. Местные вообще ходят на пляж? Ну, я хожу. Ну, как часто вам удается? Ну, в выходные я стараюсь быть на пляже. И круглый год или как? Да, да, это круглый год. А вот говорят, что как бы сезонность присутствует, что вот там, вот сейчас бархатный сезон. Ну, вот в этом плане сезонность, то, что в Майами не так жарко, как летом, скажем. Вот это сезонность. Но я как бы привык к нашей погоде, и поэтому, в принципе, меня все устраивает. И лето, и... Как это мы так заехали, интересно? Да, это мой паркинг, да, так сказать. А, это личный? Да, это личный, который вот так стремились. Который к этой квартире, на что-то. Ну, как смотрим. Это что, он прям будет на здании показывать сейчас что-то? Ну, это здание. Это называется СЛС ЛАКС. Значит, тут кусок есть гостиница, вот это гостиница. А вот это все, это кондомининг. А вот он показывает, что он приезжает в Лосе. А? В Лосе. Макат, да? Так. Леонид, вот вы жили там, на Украине. Потом попали в Израиль. В Израиле вы привыкали к климату? Вот здесь вы акклиматизировались. В Израиле тоже нужно было привыкать? Привыкать? Да, ну там жарко, сухо. Конечно. Мне тоже нужно было привыкать. Ну, 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 давайте я вам лобби покажу. Давайте, давайте. Еще ремочку в гостиницу, но мы потом выйдем, я вам покажу именно гостиницу. Вот такое тут лобби. Ну, красиво, да, очень красиво. Красиво. Я немножко прячусь, там работник, значит, чтобы мне не сказали, чтобы я тут не снимал камеры. Я тут сейчас за елку вот зайду и поснимаю отсюда. Он там стоит, на нас смотрит. Друзья, квартира, в которой мы сейчас будем, находится на 47 этаже. А всего? Всего тут 59, по-моему. Да, где-то так, по-моему, этажей. Значит, квартира шикарный вид имеет. Такая, сколько спален, что там? Что-что? И сколько спален, что там? Там три спальни. Ага, большая. Да, мы ее сейчас декорировать для нашего клиента под сдачу. То есть она будет сдаваться как библированная? Она будет сдаваться как библированная. И она где-то за 6,5 тысяч рублей сдавая. Значит, квартиры тут все имеют правит элевейтер. То есть лифт идет в квартиру. И со своим лобби у вас свой как бы коридор, в который никто не может попасть. А как будто одна квартира на этаже или те квартиры, которые держатся? Они так, что вот только это ваша квартира. Значит, с этим фобом я могу... Никто другим не может поехать другим фобом на мой этаж, на ее квартире. Там вы когда нажимали 47, там было вот типа и и библиот. Потому что есть открывается в эту сторону, есть открывается в эту сторону. У меня в эту сторону... Лифт как бы в квартиру. Да. Ну что же, удобно. И без машины туда же. Ну, без машины. Так. Ну так. Хорошо. Я сейчас тут еще, да, не закончил. Ничего страшного, ничего страшного. Вот это относится к квартире. А вот это выход на еще? Да, квартира, да. Тут выход в коридор, где есть еще сервис элевейтер. То есть там... Грузовой элевейтер. Грузовой элевейтер. Там есть еще один элевейтер. Если этот друг не работает, значит, можно спустить за кетку. Другим элевейтером. То есть вот это все уже квартира. Да, вот лифт пришел, а теперь мы заходим в квартиру. Нет, нет, но это тоже квартира. Ну, как бы правильно, да, такое-то, приватное. Да, я живу, квартира не закончена еще. Пахнет немножко строительно. Краской. Подождите, но вот это 3-бэдрома квартира. Это сколько бы она стоила, если бы что? Она будет продаваться, я думаю, миллион триста пятьдесят где-то. Итак, 3-бэдрома. Да. Площадь какая? Площадь тут тысяча шестьсот пятьдесят скверфит. Ага, и туалетов сколько? И три полных туалета тут. Хорошо. Три полных. Так, ну что, давайте я, вот я зашел и пошел направо. Так, туалет, друзья. Вот туалет. Так, что там еще направо? Еще туалет. Вот, еще туалет. Но, видимо, этот относится к бедруму, а тот больше ко всей квартире. Так. Спаленка. Но она не безумно, не безумно просторная. Слушайте, вид, вид очень симпатичный. Давайте я попробую выйти на улицу. Нет? Нет. А, открывается. Так. Ой ты, е-мое. Ничего себе. Да. Да, друзья. Чего только на свете не бывает. 47 этаж. Ох, ты же, е-мое. Надо сказать, что вчера на 30 там каком-то было более страшно. Я не знаю, почему здесь как-то легче переносится высота, но тут как-то попроще у меня с этим. Так, давайте глянем туда немножко дальше. Там солнышко, правда, светится. Слева так подсвечивает. Ну-ка. Давайте вот так. Там солнце, но я не знаю, что делать. Может быть, мне удастся от него. Нет, не удастся от него спрятаться. В общем, вы смотрите. Все. С балкона ухожу. Балкон обалденный. Конечно, немножко страшно все равно. Знаете, почему мне было так страшно здесь? Здесь очень близко этот дом стоит. А там, где они далеко стоят, там почему-то как-то вот это менее комфортно. Так, уйдем. О, жуть какая. Так. Тут еще один бедрум. А у бедрума тут туалетик есть. Вот, пожалуйста. Да. Шикарно. Так. Кухня. А, нет. Ну, да. Давайте еще один бедрум. Давайте сначала зайдем. Вот. Еще один бедрум. Не гигантский. Ну, ничего. Так. И вот. Санузел. Тут у нас... А, свет есть? Не вижу свет. Не вижу, как включить. Должен быть, но не вижу. В общем, такой бок-ин-клозет. Друзья, вы видите. Окей. Ну, соответственно, living room такое интересное. На дуге вот на этой, да? То есть, прямого угла нет. Вот такая дуга. Да. А, бедок. Да. Ну, вот тут они. Вот на диванчик сел, телевизор посмотрел. А там тебе кофейку сделали в этот момент. А на девятом этаже, друзья, на девятом этаже у нас тут красота. Написано, club room. Клубная комната. Бутылки. Бутылки, друзья, декоративные. В них ничего нет. Некоторые, может быть, уже сразу. Да, вижу conference room. Да, там в конце. Так, тут красиво, только никого нет. А зачем? Ну, это правильно. Красота, она даже дольше будет оставаться красотой. Так, это conference room, да? Meeting room, они ее называют. Да, очень прикольно. Вот тут красотища. У нас есть какой-то митинг, мы сюда пришли. Не надо заказывать, ничего просто. Ну, можно срезервировать. Если у вас что-то серьезное, лучше заказать, чтобы... Конечно, то это бесплатно, денег не берут за это. С сюрпризом, да. Окей. А здесь там, тут гостей тебя, можно позвать его, пожалуйста. Так, а там я вижу бильярдик. Нет, там игровая комната, конечно. Ну, там... А мы посмотрим. Там тоже игровая. Так. Game and media room. Мидия, это, наверное, здесь что, интернет? Так, ах ты ж, господи. Ах ты ж... Это же, как они... Друзья, как они устроили... Я не взял от другого, но все равно у нас там в том-билдинге, где-то не моя квартира, а у нас все на зал. Там сидит, там такие сиденья шикарные. Правда, ни разу там нет. Там ты делаешь что-то, понимаете? Да, туда выделываю. А если платить деньги, да, это же... Так. Ты не хочешь. Да. Балкончик. Красиво, конечно, можно. Как-то картинка. Я сюда изредка вот так вот прихожу. Так... Хорошо. Очень красиво оформлено. Идем дальше. Дисаневские оформлено. Так, движемся. Такой шахматный пол такой рябенький. Так. Значит, там спа, сауна мужская, женщина. Да. Сауна хорошо. Так. Фитнес-центр там написано. А тут люди... Так, не будем никого снимать. Для меня это не Марина Пауэльс, Джим. Я люблю больше Марина Пауэльс. Ну, тоже. Ну, а что, приятно? Я когда сюда прихожу по делам... Там, конечно, гораздо более изощренный был, Джим. Ну, хотя бы есть мальчик, там гантельки поднимает. Хорошо. Не знаю, разобрать, да? Тут бар. Да, она как-то. Не переживайте. Говорит, тут, говорит, немножко, немножко скользко. И есть еще один бассейн на крыше. Друзья, вот как оно тут. Вот оно тут. Да. Неплохо, неплохо. Вот это называется, вот это молл, то, что я вам сказал, он называется Бриттл-сити-центр. Ага. Да. Это... Шикарный молл. Полностью, я скажу, Гонконг. Гонконговская компания все построила. Но это нужно как-нибудь отдельно делать тур по этому шопинг-моллу. А если вы захотите, мы... Ну, когда-нибудь уже, не прямо сейчас. Вот как. Неплохо смотрится, правда? Как-то в таком отдельном мире, как бы, оказываешься. Почему? Еще продолжают строить, смотри, что творится. Да. Это мыляли. Это не Чикаго, нет. Да. Это не Чикаго, моя дорогая. Все просто. Красивые кондоминиумы, внизу гостиница. Билдинг называется Айкон. Тоже недешевый, дорогой. Впереди Эпик, называется Билдинг. Опять внизу гостиница. Наверху кондоминиуму апартмент. Очень дорогой, хороший суши ресторанов внизу. Такое тоже есть в Нью-Йорке. Такие вот трамвайчики ходят, троллей. А вы, нет, троллейбусики. Но мы здесь их не видели. Мы еще в Сан-Франциско видели. Мы еще сейчас, да. Может мы увидим, мы проезжаем. Постойте, вот колонны какие-то в виде лиц. Да, да, прикольно. Очень, да, тут и дорогой итальянский ресторан. Брикел, овене. Так хорошо, значит, Брикел это как такая тусовочная часть. Да, да. А вот с точки зрения того, где люди работают. Вот есть такие места, где вот как бы бизнесы, офисы. Вот куда все едут на работу? Тут очень многие работают. Тут банки. Тут банки практически со всей Латинской Америки, со всего мира филиалы банков. Тут финансшил билдинги. Тут лойеры сидят, адвокаты сидят. Вот это все офис билдинги. Вот видите, вот эти все. Да, да, это офис билдинги. В гостинице и офис билдинги. То есть фактически люди, которые, например, живут тут, да, они бы, скажем, и работают. Да, да. Вот видите, где кран, это на воде место, это начинают строить Астон Мартин билдинг. То есть как вот там Porsche, Тауэр, да, это тут будет очень красивый, дорогой Астон Мартин. Вот прямо на этом углу. То есть получается, мы как бы вроде в одном городе, но как бы там, ну, сколько там этот мегаполис майамский, сколько народу живет? Ну, скажем, три с половиной миллиона. Да вы что? Правда? А, я думал, меньше гораздо. Не, 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 не. Три с половиной миллиона это очень прилично. Видите, там Майами-порт, порт Майами. Да. Пойдя, а сколько во всей Флориде населения? Ой, что-то Флориду я не это вот не запомнил. Но больше всего людей, скажем, конечно, в Саус-Флорида. Ага. Вот это, видите, это рельсы, это метро-мувер. Метро-мувер, друзья, это такой, как бы сказать, тип метро такое бесплатное, так по кругу ходит. Да. Вот он стоит вагончик, вот. Ага. Вот. Маленький. Они часто ходят, да, и видите, какие симпатичные вагончики. Это Даунтаун, называется, и туда он идет. Это Даунтаун Майами. Ма-а-а. Так, вот тут вот, это называется Бэйсайд, Бэйсайд Майами. Ну, это весь Бискейн Бульвар или Юэс Ван. Значит, тут тоже шаппинги есть. И отсюда вы можете взять катер, который будет вам сделать экскурсию вокруг островов, на которой все селебрити живут. Очень много домов селебрити. Красивый такой тур, я несколько раз ездил. И тут тоже есть такие автобусы, амфибии, которые вас возят по городу и потом заезжают в воду и с воды вам делают экскурсию. Это вот тут вот. Прикольно, прикольно, да. Амфибия. Свет, хочешь амфибию? Хочу. Ну, я думал, ты скажешь нет. Ну, ладно. Ну, видимо. Я не рассчитал. Не рассчитал. Не рассчитал. Ну, что же, здесь классно. То есть, мы как бы в этом мегаполисе, как бы, несколько городов мало связанных, как бы, получается, да? Или они все-таки связаны? Все связано. Как это? Все связано. Дорога или тайные связаны? Нет, я не транспортная, имею в виду. Просто разные, это вот, разные, ну, как это сказать, застройки. Есть дороже, есть дешевле, есть низко. Это какое очаровательное здание. Это мерлодейство старое тут было. А это все уже новые дома. Угу, с корабликом наверху. Да. Ну, что же, очень, очень впечатляет. Это Американ Аэрлайз Арена. Тут баскетбол, тут шоу разные. Вот сейчас видно, что-то выступление, вон, народ туда идет. Угу. Там огромный, огромный зал. Очень большой. А в этническом отношении Майами, этот мегаполис, он такой преимущественно латинский? Да. Да, скажем так. То есть, есть какая-то статистика? Или... Я думаю, процентов 70-65 латинос. Ага. Латино-испаноязычный, да. Но есть и афроамериканцы, и белые есть, и... А есть, например, из Индии есть народ? Из Индии? Очень мало. Индусов очень мало тут. А вот там Китай, Вьетнам? Очень мало тоже. Пока еще, как бы, не добрались, скажем так. Угу. Ну, вот в технологиях там инженеры, нет? Там из Индии, да? Пока еще, вот в Далласе, там где я жил, там, да, там индусов очень много, тут... Да. Тут еще нет. Не добрались. Угу. Ну, может быть, тут не такое технологическое место, как Даллас, все-таки Даллас там? Думаю, что может будет, потому что, да, опять же, как в Техасе, так и во Флориде нету стейт-таксов. Поэтому многие компании туда перевели, и так и сюда переводят уже больше, скажем так. Вот видите, справа Америка, наверное, арена, и тут какое-то шоу... А, тут сегодня игра, видите? Да. Magic. US Heat Tuesday. Так. Да, это нам еще везет, обычно, когда какая-то игра или какое-то шоу, проехать практически тут спокойно, нереально. А люди на чем подъезжают? Или тут паркинг? На машинах кругом где-то везде паркуются, да. Ага. Это новый дом. Я не знаю, если вы слышали про архитектора Заха Хадид. Нет. Это ее последняя, это была очень знаменитая архитектор иранка. И она умерла тут в Майами, заболела воспалением легких, и потом что-то еще... Ой, господи. Да. Это ее последний, можно сказать, проект. Вот театры тоже, тут не театры, а музеи. Это музей есть тут одного девелопера. Это театры. На планетарии похожи. Это опера, а это арт-цетер. Опера слева. Вот слева, да. Написано там опера-хаус. Да. Значит, в Майами, раньше когда-то делали где-то в Латинской Америке, а сейчас они перевели в Майами. Есть такая огромная выставка, называется Art Basel. Я не знаю, или вы слышите? Да, мы будем... Она сейчас в Майами. Мы будем... Каждый год. Да, там участвовать, как бы, точнее, наши знакомые участвуют. Ну, пойдем в пятницу, что ли, мы целый день запланировали с ней там. Да, там очень много павильонов у них. Очень-очень... Года три она уже, по-моему, Art Basel. Потом скоро будет тут яхт-шоу. Это на канале. На Интеркостале. Не знаю, сколько там... Несколько тысяч яхт ставят. И вы можете ходить по всем яхтам, смотреть. Это вот внутри, внутрь заходить там. Так смысл в чем просто? Чтобы там прицениться или... Да, кто-то хочет, кто-то покупает. Кто-то просто хочет показать свою яхту. То есть там просто яхты, или там прикольные какие-то яхты? Ну, я не знаю. Там есть разные яхты, скажем так. Насколько они прикольные, я не знаю. Там есть яхты супердорогие. То есть Абрамович участвует? Абрамович почему-то пропускает. Наверное, занят очень там, не столько дел. Нет, ну, он, видно, сегодня не хочет продавать свою яхту. А, они продаются там? Да, они продаются, да. Там нужно купить яхту, да. Там выставляются компании, вот эти, которые делают яхты. Это мы едем по Юисван. Ещё второе название, Бискент Бульвар. Это местная Юисван. Она начинается в этом. Ох, красавцы, я знаю, справа. А это старые, всё-таки, да, вот эти вот? Нет, тут один старые, а рядом абсолютно новые. Ну, вот эти вот, то, что мы сейчас, вот камера моя смотрит такие зеленоватенькие. Да, 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 это, это постарее, конечно. А в каком ценовом диапазоне там? Ну, ну, скажем, от 400 тоже и выше. Потому что это всё, как бы, не дешёвое место. А в Майами есть вот, как бы, проблема, там, ну, скажем, понятно, что людям школы нужны. Вот есть там проблема, что вот строят приличные дома, а школы хороших нет. Так бывает? Есть, бывает. Но мне не хватает школ, да. Проблема есть. Продолжение следует...